И хотелось бы отметить, что сегодня действительно я буду рассказывать про очень нестандартный для нас кейс. Это не совсем КСО-кейс, но, как сказали ребята, организаторы, такие кейсы тоже имеют место быть. Мобильная библиотека МТС — это кейс 2015 года, то есть проект уже завершён, сейчас он никак не реализуется. Изначально проект стартовал в 2013 году. Это был его первый этап, когда на Якуба Колоса были размещены тумбы, где были размещены корешки книг с названиями, QR-кодами с возможностью скачать. То есть человек мог поднести к корешку книги мобильный телефон и через приложение скачать целую книгу и читать её. В 2015 году нами было принято решение перезапустить проект, потому что, во-первых, как уже сказал тоже предыдущий спикер, хорошо, когда твои проекты как-то коррелируют с твоим бизнесом. У нас была и есть услуга BookMTSBuy, где все пользователи этой услуги могут, оформив подписку, могут читать в смартфоне более 500 тысяч книг. То есть это намного бюджетнее, чем покупать книгу, которая стоит, например, 100, господи, 10 рублей. В 2015 год я всё мысль пошла на старые деньги пересчитывать. 100 тысяч, 200 тысяч рублей на старые деньги. То есть буквально за 2 тысячи рублей в день ты мог спокойно читать всё, что ты хочешь. Хочешь бестселлеры, хочешь новинки, хочешь классическую литературу. Ну и на самом деле это очень комфортно. Ты можешь делать это везде, читать несколько книг одновременно. Ну и, конечно же, мы знали о том, что люди стали читать меньше, но это не потому, что они не хотят, а потому что у них банально не хватает времени, потому что сейчас мы все живём на более высоких скоростях. И, наверное, одно из тех прекрасных мест, где у современных горожан осталось всё-таки время, чтобы проводить с книгой, это общественный транспорт и, в частности, метро. Ну да, с двумя гаджетами не совсем удобно. Жонглируем. Вот. И, конечно же, чтение — это непроходящий тренд, к которому существует мега-лояльность в обществе. Ну то есть все люди уважают других людей, которые читают книги, гордятся тем, что они сами читают книги. Если кто-то читает, например, там топ-100 книг, и он прочитал 90 или все 100, это прекрасный повод запостить это на Фейсбуке или ВКонтакте в социальных сетях. Ну и мы решили продолжить этот проект. И 7 декабря в Минске на рельсы в метро вышел первый вагон. Дальше будут их картинки. Может быть, я сразу перейду на те слайды и буду рассказывать, как они выглядели. У нас их было всего 5. Может быть, есть в зале те, кто прокатился, кто прокатился, поднимите руки. Прекрасно, очень приятно. Это значит, вот даже из этой выборки, из тех людей, которые пришли, наш проект затронул и вовлёк, и, мы надеемся, дарил очень позитивные эмоции. Для этого проекта лично мы, команда МТС, для каждого вагона вместе с дизайнерами придумывали оформление, выбирали 50 отрывков из книг. Мы старались выбрать 50 книг, отрывков для каждого вагона по их тематикам, чтобы они приносили удовольствие, поднимали настроение, чтобы они не расстраивали и подчёркивали, конечно же, общую идею книги, ну и передавали её настроение, сути, смысл. На этом слайде вагон классической литературы, литературы, который вышел в свет в самом первом. Ну, можно сказать, такая наша гордость. Второй вагон — вагон детской литературы. Здесь он отличается, естественно, по дизайну, отличается по настроению, отличается книгами. Мы старались добавить туда мимимишности, разместив смешных мишек милых. Вагоны книг для хорошего настроения, сразу хочу сказать, очень самый тяжёлый вагон по наполнению его отрывками, потому что, как оказывается, юмористических книг, весёлых книг намного меньше, и очень тяжело было найти эти 50 отрывков, чтобы это было от души, по-доброму, без чёрного юмора. Так что по наполнению это был самый тяжёлый вагон. Наверное, тоже один, всё-таки самый любимый вагон таинственных фантастических историй, потому что пока отбирали, конечно, перечитали всё, что было прочитано в детстве, всю классику. И вагон бестселлеров — это современные книги. По результатам. У нас очень получилась интересная история, совсем непредсказуемая. Когда мы пришли принимать первый вагон, мы, естественно, делали внутренние фотографии, и так сложилось, что я умудрилась фотографировать наполнение, и в кадр не попал ни один логотип. Хотя это, честно, было трудно, потому что логотипы были, естественно, визуально на метро. И мы скинули эти фотографии дизайнеру, чтобы он посмотрел, как это всё смотрится вживую, и порадовалась. А она порадовалась и скинула своей подружке, не предупредив. А подружка, дружив со СМИ, переслала это своим друзьям-журналистам. И до старта вагона у нас уже получилась внезапная тизерная кампания, когда утром мы открываем условный мониторинг, открываем сайты и смотрим, что у нас уже всё, в Минске запускается библиотека, что же за кампания это сделала. У нас сначала волосы дыбом, господи, как это всё попало, что же вообще происходит. Но потом мы поняли, что на самом деле это было нам как бы на руку, и это было очень прекрасно, потому что все СМИ, то есть пока вагон отправился на рельсы, уже все знали, разгорелась интрига, и нам осталось только потом признаться, что это всё-таки мы, и будут ещё несколько вагонов. То есть нам на самом деле повезло. Ну и честно, мы знали, что это проект с хорошим настроением, что он позитивный, но мы не ожидали, что в обществе он получит всё-таки такой огромный резонанс, потому что о нём на самом деле написали все СМИ, написали все бесплатно, причём публикации были, это не все ссылки, просто их и не поставишь, они никак не разместятся на одном слайде. Писала и Беларусь, писала Россия, писала Украина, и кроме того, к нам приезжали из России представители книжного общества, которые совместно с питерским метрополитеном решили, попросили взять у нас, как поделиться с ними опытом, и через полгода у них в метро также поехали аналогичные вагоны, только немного с другим дизайном, и, конечно же, немножко с другой коммуникацией, но это было очень приятно. Когда ещё проект не закончен, к тебе уже приезжают, чтобы перенимать опыт. Ну и, конечно же, самое главное — это результаты в социальных сетях, собственно говоря, отзывы тех людей, которые катались в метро, которые были в этих вагонах. Здесь написано тысячи отзывов, это те отзывы, которые были размещены непосредственно с хэштегом проекта «Читаю где хочу». То есть это был тот уникальный контент, который люди сгенерировали сами. То есть не то, что они поделились или прочитали СМИ, были посты и в пабликах, и в пабликах в сотысячниках, и у блогеров и так далее. Это непосредственно тот контент, который люди сгенерировали с позитивными отзывами и откликами. И нам, конечно, было очень приятно, потому что метро, вагоны метро, вот они стали, я даже сама помню, что за ними охотились, их коллекционировали. Ага, ты ездил в вагоне классической литературы, класс, а я вот ещё, я ещё не поездил. Я хочу попасть в вагон таинственных и фантастических историй. Вот, и на самом деле было, не знаю, нет ни одного, вот нам не встретилось, наверное, негативного отзыва по этому проекту, потому что это был, наверное, первый нерекламный, такой нечисто рекламный проект, когда ты заходишь в метро, и что-то всё заклеено, а люди заходили в вагон, они расслаблялись. То есть они увидели, что что-то сделали хорошее, позитивное, постарались улучшить среду их ежедневного обитания. Здесь отзывы, ну, тут не совсем видно, читать я, наверное, не буду, но, условно, я наконец-то его увидела, я доехала, что там самые прекрасные вагоны, например, кто бы видел, как я бежала по платформе вчера за этим вагоном, а Аня за мной. Ну, то есть, ну, на самом деле, это был третий вагон, номер 3030, ловите, там офигенно. Ну, нам было очень приятно работать над этим проектом, дарить людям радость. И, конечно, хочется сказать, что это не чисто КСО-проект, потому что всё-таки у нас была услуга, мы предлагали людям пользоваться нашим сервисом, но всё равно на 95% это получился огромный масштабный имиджевый социальный проект, вот, чем мы, в принципе, довольны, и мы получили огромное количество положительных отзывов, и очень, и до сих пор, если к нам приходят люди, партнёры, я не знаю, там даже устраиваются в компанию на работу, и мы спрашиваем коллеги, может быть, вы вспомните какие-то самые яркие проекты, они говорят, мобильная библиотека в метро, вот, и это, конечно, то, что проект уже был реализован практически два года назад, а живёт до сих пор, для нас это большой комплимент, а то, что люди помнят, и, не знаю, и вы поднимали руки, я видела, что улыбались, для нас это ещё больше комплимент.